здравствуйте туристы и милитаристы ну вот чтобы не забывать это я как бы начал эту хорошую практику показывать как нож сидит на кармане и вот буквально на роуче я забыл это сделать сейчас вот сразу же начинаю свое видео тот небольшого красавчика именно с того что показал как фактически физически этот нож как клипса вылезает из кармана и так продолжаю вас знакомить с замечательными ножами компании кайзер катлери китайской и на самом деле прислали ребята два ножа дизайнера элайджа ишема под названием miniterium и megaterium весь прикол в том что изначально как бы разговор был про megaterium как-то вот он мне обратил на него внимание в инстаграме кайзер катлери и ну вот действительно зацепил именно формы рукояти то что здесь такой глубокий вырез и прочее и когда в этот раз вот был разговор в принципе о том что какие ножи я хочу видеть у себя на канале на тестах и на обзорах я сказал что вообще-то я бы хотел megaterium и меня переспросили что может быть miniterium тоже я так честно говоря так думаю ну по большому счету на фига то есть я особо не обратил внимание на разницу именно этих ножей и как-то даже ну типа дают бери бьют не бери говорю смотрите сами но и теперь я понимаю в чем самом деле заключалась ирония кайзер катлери менеджера кайзер катлери потому что несмотря на то что ножи такие одинаковые они исключительно разные по вот своему именно вот по своим каким-то моментам и действительно вот не то чтобы разный функционал но все-таки отличия будут давайте теперь сперва раз уж я показал на кармане miniterium я вас с ним познакомлю и так нож элайджа ishima производства кайзер катлери miniterium ki 3502 181 миллиметр общая длина 75 миллиметров длина клинка ширина клинка 35 миллиметров и толщина по обуху 3 миллиметра 84 грамма все это чудо весит в основном из-за того что здесь стоит карбон на рукояти стали cpm s35 вен 58 60 единиц по шкале рокова заявлена твердость как я уже сказал рукоять карбон файбер и лайнер лок замок подшипники на механике сразу скажу что в обеих моделях немножко приходится при приноравливаться к плавнику флиппера то есть он сделан без каких-либо насечек он сделал достаточно таким острым и на мой взгляд он слишком вот глубоко в эту сторону уходит то есть нужно действительно пальцем именно не просто там вот поставила нажал а именно зацеплять если вот в этом вот маленьком 10 ники все нормально происходит то в большом в мегатериуме там действительно приходится прям применять какие-то усилия для того чтобы просто элементарно сдвинуть клинок с места но это опять же я сейчас покажу и так вот такой вот у нас веселый зачетный да что чтобы сделать то сейчас я немножко пофокусируюсь приходит нет нет все равно на коврике еще за бред немножко строки поменяю ибо они здесь есть так вот вот такой вот красивый полосатенький карбончик на практически две трети длины спины у нас глухой спейсер идет вот так вот выглядит клипса клипса здесь односторонние не переставляем под правую руку в режиме тип up и и насколько я знаю есть версия этого ножа для левшей вот таким вот образом нож выглядит сложенном виде центровочка имеет место быть строго по центру отверстие для темляка отсутствует вот так вот задорно на самом деле нужно просто вот немножко именно вот стронуть вот сам момент страгивания с места такое ощущение что нож слегка подмагничен и когда вот уже получается именно нажать вот на этот спусковой крючок кто нож выстрелит конечно очень бодро итак начнем с мало точного хвата мало точных вас здесь практически отсутствует почему потому что рукоять тонкая и плюс здесь еще и утончение под указательным пальцем и получается что у меня ладонь гуляет то есть когда я на улице буду строгать а никуда не денешься скорее всего я или вот сюда поставлю большой палец потому что здесь имеет место но такой назовем это недочойл вот таким вот образом просто ухвачусь мне этого в принципе должно хватить особенно но хотя нет перчаток не будет без перчаток или все-таки стану сюда но я тогда понимаю что у меня довольно серьезно будет крутить на руку является ли это вообще хоть каким-нибудь критическим моментом безусловно нет почему ножки для строгания ребят это и диссишник такой с понтом с дизайном красивый сейчас полетят тапки вот в эту вот дырку в клинке начнут говорить насчет засирания загрязнения ребят не начал говорить все это фигня потому что отверстие в клинках он пожалуйста spider к самый простой и ближний пример всю дорогу с дырками и все кто пишет о том что в дырки попадает грязь спаевский и это мешает и прочее всем удивляюсь потому что сколько я не работал с поисками ножами но никогда отверстие вот spider hole не был для меня проблемы с точки зрения именно гигиены ну ладно вернемся к нашим баранам зато сразу несколько таких скажем диагональных хватов есть вот такой отхват как тычковый в с упором в ладонь и я в отличие опять же от мегатериума никогда бы не посоветовал вам им пользоваться почему потому что лайнер лог вы никаким образом не подстраховывать и даже лайнер хотя бы элементарного так физически если вдруг но понимаете лайнер есть лайнер он достаточно деликатный все-таки замок хоть какой он будет толщины там по большому счету от толщины лайнера мало чего зависит больше зависит именно от качества металла который стоит на лайнере от того как сделано пятка именно вот сама притирка лайнера к пить к питье клинка так вот следующий хват вот он есть и вот это уже просто замечательный бомбезный он тоже как бы диагональный но я перемещаю большой палец вот сюда вот в эту ложбинку между началом спинки и концом обуха вот здесь крайне комфортно какие-то вот такие вот режущие движения делать и даже если мы рассуждаем теоретические с точки зрения там каких-то секущих ударов я даже слова самообороны не буду произносить сейчас уже хватит но в любом случае какие-то секущие именно удары вот таким вот хватом просто суперски почти полупистолетная рукоять немножко изогнута просто классно все идет но обратный хват он есть мизинец абсолютно защищен здесь принципе весь прикол в том что у вас при любой работе указательный палец никогда и никак не сможет соскочить на режущую кромку но это это в принципе невозможно настолько глубокий и ярко выраженный здесь под пальцевый вырез вот так все это выглядит на самом деле нож реально очень легкий прям вот он действительно такое ощущение что пушинка для своих размеров пускай здесь всего 75 миллиметров на клинке но зато ширина 35 миллиметров ширину я замерял вот этих в самом вот верхнем участке ну и что имеем мы перед собой вот такой вот ворнк лифчик и лифчик ворнк лифчик скорее всего кухонный хват у меня вот вот таким вот образом чтобы здесь вообще ничего не выпирала и будет спокойно нож нарезать то есть вынос скажем рукояти он все-таки есть хотя практически по доске пойдет рукой то есть в отличие от большого собрата здесь на самом деле все гораздо будет проще видите здесь где-то добрых пол сантиметра между брюхом рукояти и режущей кромкой если высоту мы меряем здесь конечно меньше расстояние но посмотрим очень интересно будет своеобразная такая форма клинка практически через весь обух идет фальш лезвие прямые спуски ну вот давайте если вот мы считаем вот это вот клинком без вот этой перегородки то от обуха если вместе то ну на пускай потом на две трети неважно я думаю что при кайзеровской заточки и прямых спусках и 3 миллиметров по обуху нож должен очень хорошо летать по продуктам то здесь в принципе каких-то вопросов не должно быть ради прикола я попробовал открыть за отверстие это неудобно это медленно это неудобно вот я опять старую царапину цапнул сейчас этим то есть в любом случае нож он должен быть и он позиционируется как именно как флиппер механика просто замечательная у подшипников керамических так лайнер у нас на самое 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 начало пяты клинка и складывание за счет вот этого вот именно упорчика здесь совершенно за счет того как идет вот я понял сразу вот и допер а сейчас понял почему такая форма странного плавника загибом вперед именно потому что такая резко вычерченная у нас под пальцевая выемка совершенно безопасное складывание одной рукой все все замечательно ножек своеобразный на любителей жанра как говорится но в любом случае он мне очень понравился тем что он легкий видно что резучий и такой прям вот ну действительно дизайн рукояти он прикольный что-то подрезать разрезать вскрыть чистом виде и десятишник с некоторыми скажем так намеками кстати чуть не забыл вот у нас минитариум я так понимаю что это логотип элайджи и шима кайзер номер модели марка стали все красиво все по уму все замечательно все добавить ничего прикольный очень реже увидимся с ним на тестах спасибо за просмотр всего доброго спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!